итак привет банда есть в харьков забивать себе ногу ну как оказалось лысый лентяй у нас и мы сделали наметки то все но сегодня не об этом многие просили видео про dot work line work випшейдинг и но как оказалось полностью снять эту версию нас не получилось потому что я был не немного занят блять чешуя там был видео снято при поддержке тату магазина и к салон чем закончилась моя поездка в харьков я поехал туда по делу а именно забивай свою вот эту ляжку мне ее делал мой кент иван рэнч как там простила ваня дождик ваня дождь привет да 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 вот фотка мы с ним вместе работаем и помогаем друг другу он не бьет на шар спасибо дружок на пирожок и короче я же хотел снять два видика вам права не как он работает в каких стилях у него много награду он ездит по фестам там по всем делам этим также они с братом делаю тату фестивали в харькове ну об этом всем потом подробно наверное расскажу а второй и про dot work line work випшейдинг на вот эту тему много и просила меня снять про вип как правильно точки ставить какой вольтаж и какая краска там все все эти дела и по счастливой случайности вова это мастер вот он инста его можете посмотреть полистать его работы он работает в этом стиле были у меня маленькие перекуры перерывы и я в них в торопях у него кое-что поспрашивал что вспомнил на ходу кое-что он мне и ответил это как бы у нас будет маленькая версия випа и до творка если вы хотите напишите в коментах нужно ли снять развернутую версию то есть мы уже подготовимся сделаем встречу и детально обсудим каждый момент до творка випшейдинг окраски игл и всего 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 а пока мини версия то что успел вырвать из головы вовы из его опыта маленькие знания думаю тоже пригодятся так вот хорошего просмотра и если мы хотим развернутую версию а именно какой-нибудь мастер-классик даже или маленькие знания то пожалуйста оставляйте коммент что именно вас интересует в дотворке в графике и випшейдинге по всем нюансам краски игл машинки техники и туда 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 перекуров было мало меня много мучили все понравилось всем спасибо смотрим может будет даже что-то интересное там оба тебя поехали мальчики девочки а чё рэп не играет а где это лысый лысый гамнюк немало привет кстати а ты админ я тебя поснимаю чуть это все руками нарисовано да да конечно и сколько ты потратил времени чтобы нарисовать это круто очень смотрится будто напечатано идеальные точки месяц это чисто работы в часах сколько примерно по вечерам где-то по пару часов ну часов 10 20 потратил ну где-то так точно круто привет мой друг все ты опаздывай вот так. два зала с doin я работаю работаю по корпусу оптимаций местные ебар долг насрать за садик готов кормить готов готов кормить иглу ты веселый кстати яйцо мужское больше чем почка стоит сейчас ваня мне будет бить татуировку это очень страшно для него опасный уже печет мне уже больно чем-то на пшикал спиртом знаем знаем что сопля Немного о себе Меня зовут Вова Работаю в Пейнстрит Тату в городе Харьков Предпочтительное стиле графика И орнаментальная татуировка Расскажи за модуль Вова Какие фирмы используешь И какие иглы вообще В Дотворке У меня иглы строят А с Шаениным используют картриджи Квадрон в основном Самое больше тебе нравится? Они самые острые или самые качественные Или пластик в них, хороший носик видно хорошо В чем причина? Просто привод Кому как удобно И более стабильный контур дает Нет такого, что одна игла дает более толстая А машинки Прямоход у тебя, да, я смотрю? Да, это прямоход Стаса Аксенова Давно им работаешь? Ну, года два Доволен Полностью устраивает, да? Да А Пэнами пробовал дот делать? Или же здесь нужен вылет Ход иглы большой, да? Или как у тебя ход иглы? Я работаю в принципе на большом вылете То есть, ну, вот Ого, ну здесь Ну, четыре где-то четыре, да? Просто мне удобно, когда я работаю Ну, я просто слышал, рассказывали мне, что Дотвор делается на большом вылете Да, только четыре, четыре и два Да, для того, чтобы ты видел кончики иглы, как пером, когда ты рисуешь, как перевая ручка или линер То есть, ты контролировал максимально работу То есть, не как Гриво, что ты взял и красишь, да? Ну, да Каждую точку контролируешь Ну, тоже, чтобы быть такой техникой, нужно сначала набить руку на этих рисунках каких-то, эскизах своих, да? Да, совершенно верно Рисовать, 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 постоянно Потому что со стороны она вроде просто так, все, ляп-ляп и готово Точки А так смотришь, это очень долго все Вип-шейтинге работаешь? Да Ну, там чуть-чуть другая техника Ну, вот здесь, да, вот здесь Точки поставил ты, да, до там, а потом тебе по випам раскидываешь А потом випом, да, делаю градиент Ну, а основные иглы у тебя 7рл, да? Или 5, нету 7рл, 5-9, да? В основном 7, ну, то есть, в основном, а так все используются А магнумы используешь какие-то, где-то подтенить? Только для белокворка Ну, или когда делаю там на орнаментах, какие-то тенивые градиенты, тоже бывает Краска, и как у тебя дела обстоят? Формула 23, динамик, да? Динамик, в основном динамик Для гравюрок, тонкие линии, троечкой Intense формула, самый хороший То есть, она не плывет, она остается стабильной, там, в течение года-двух Динамик самый лучший, самый мягкий, самый быстрый и самый легче ложится, да, я так понял? Динамик для всего, да, а Intense формула только для гравюр Ага Ну, много-много рисовать То есть, я думаю, что в графике работать нужно больше рисовать своих эскизов, конечно же То есть, ты фотошоп-проект сделал, ну, не годится делать, нужно рисовать только свои эскизов А мы сейчас покажем твои рисунки здесь Это старые рисунки? Это старые рисунки, Боба говорит Ну, старые, но они сделаны качественно Али говорит, что она если не спрашивала Бога, потому что ты сказал Ведро наград у тебя, да? А вот награды, ты на каждом фестии какое-то место занимаешь или только насчет везения, удачи, дела? Вот в Полтаве, когда участвовал, ты был в студиях, я не занял ничего Да, это приял, блин, нафига Не, ну я, если вижу качество, то было, ну, может, там же было пять человек Я просто сейчас оправдываюсь, мне стыдно Не, ну, у тебя много наград, это круто И у нас, знаю, в Украине мало людей работает, да? Ну, в таком стиле Вот если ты участвуешь в фестинг, допустим, твоя номинация и там сколько участников? Да нет, ну, много достаточно По киевскому, если судить, там была работа около сорока Ого Много мастеров И в Киеве ты какое место занял? Первое? Первый день забрал второй мастер за той Во второй первое, и в третьей тоже первое Нормально ты выступил, да? В этом году В следующем появишь? Думаю, да Какие задатки должны быть у мастера, чтобы делать dotwork, випшейдинг Или там просто сел, рисуй, тренируйся, бери любые удобные иглы и бац, и пробуй Желание, желание и усидчивость Ну, усидчивость, да, если бы это делалось с грейвошем и черным, это было бы намного быстрее, правильно? Конечно, да Это ювелирная работа, точки так ставить, прокрашивать все Ну, чаще рисовать, конечно, то есть, чтобы рука привыкала к тебе То есть, машинка, этот модуль, это дело привычки уже и дело удобства, правильно? Да, да, да Ну, и если взять, допустим, вылет, допустим, меньше сделать, да? Ну, вернее, не сам вылет, а ход иглы, то то же самое получится, только меньше удобства будет, правильно? Конечно, конечно, ну, к примеру, если мы делаем маленький вылет, то уже затипся, не видно кончики иглы Уже лужа, уже мешает, уже больше вытираешь, уже дольше затягивается, да? И самое важное, когда делаешь точки, брать, ставить, ну, минимальный в этаж Ага, а вот сейчас у тебя какой? Вот сейчас я смотрю, 9 и 2 у тебя, да? 9 и 2, да Так это не сильно минимальный, как бы, или там зависимость еще, какая машинка мотора А вот вообще, Стаса, вот эта машинка, в каком диапазоне может работать? От 7 до 11 А, то есть, ты где-то чуть-чуть выше среднего взял? Да, да, да Ну, там еще зависит от, это самое, руки мастера, да? Как быстро ты работаешь, есть же люди плавные, а есть такие ускоренные Ну, и вот сейчас какого уже, где толще, где тоньше Угу Рисунки сам придумаешь, создаешь? Или где-то копируешь, дополняешь? Все сам, но в основу входят технические маски, боки, стаганеш Угу Блин, так это ганеш на самом деле? Боги Да, зари Сколько сеансов в спине уже? Купола просил Сеансов в спине? Ну, вот здесь, на спине сколько уже было? 2? Можем сказать 2 Че, ну 2, но просто он мало терпит, дружище Эй, подожди, давай скажем, что 1 Давай скажем, что 1 Мы сейчас вырежем все, понял? Скажем, пол сеанса пока Мы сутки били, вообще в легкую старе Просто там уже внизу начало заживать Не в легкую вообще Там, вот лишь пока бьем Это просто длинный сеанс, месяцовый Да, нет, сутки вот, пока били вверху, уже внизу все зажилось Больно, Андрюх? Мне вообще не больно Не, Сережа Вообще не больно Ну, если не больно, то ты бы высиживал дольше, да? Достаточно больно Достаточно больно Ну, вообще спина место болючее знаю Особенно вот здесь, поясница внизу Да, что вы знаете, сахарная кость, что вы Сахарная кость, тут одни кости у тебя Прокачаны костями Чем ты работаешь, ты говоришь, в основном? В основном работаю иглами В основном прямо ход А почему иглами? Они более четкий удар дают? Нет, дело привычки, просто мне эта машинка в руке очень удобно лежит Ага И здесь могу поставить... Так здесь же можно поставить, ну, диджак специальный под модуль И им работать же, правильно? Нет, на эту машинку нет Ничего Ну, толкатель Нету, да Я понял В общем, у картриджа проблема в том, что у него есть пружина И он сопротивление, то есть, дает Ага, четко нет удара, как бы мягкость ловит, да? Я не могу поставить минимальный вольтаж и сделать такую плавную расставку Ага А с иглами такой проблемы нет Я поставил минимальный вольтаж и спокойно сделать себе расставку Я понял Ну, это что касается... Ну, тоже, это надо мозг, руку, ну, как бы, нам чуть-чуть научить И если ты работаешь в разных стилях, например, Грайвошем и потом Дотворк То тебе постоянно перестраивать мозг надо, правильно? Нужно в одном стиле постоянно бить И тогда, как бы, рука набивается и в голове уже устаканивается техника, правильно? Я в одном стиле работаю, да, только Дотворк, график А вот как давно ты начал забивать в таком стиле? В Доте, в графике? Ну, чтобы серьезно, так, ну, год-два только Ага, и года-два и такие успехи у нас Не дали ведро Вообще там, ну, вообще, пять лет где-то занимаюсь, но до этого делал всякую там ерунду А тебе сколько лет? Мне 23 О, 23 года уже медали кучей Ну, ты нормально выстрелил, условия развиваться А вот вообще, как ты начал путь свой? В школе, наверное, рисовал где-то на партах потом Взял где-то машинку самодельную или какую-нибудь из Китая где-то попробовал, да? Начинал, все очень довольно трешово Рисовал, рисовал И как-то в общежитии Друзья пришли и сказали, ну, давай поделать татуировки У меня было уже оборудование, приобрел какие-то минимальные, китайские, самые дешевые Потом пожалел, да? Выкинул И нахерачил, короче, пару партахов и понял, что нужно, ну, что-то нормальное приобретать Первые партоки в каком были стиле? Понятно, что не дотворки и не графика Полтскул Контура жирная Ну, сейчас, видишь, тебе чуть-чуть пригодилось, да? Ну, да Ну, а потом, в принципе, сразу же я знал, что есть такой стиль, как орнамент, дотворк Ага Он оказался очень сложным для меня А почему? В чем была сложность? Рисунок И, ну, сам построить композицию, рисунок Угу Ну, и, в принципе, техника работает Все точки Потому что вначале они, как правило, плывут Ну, да, это надо еще так сделать, в глубину правильную, правильно? Чтобы оно четненько, ровненько все зажило Да, главное не спешить Аначе поспешишь, и они потом все попают Вот, это, наверное, тот стиль, в котором вообще спешим Ну, вот ты занимался, да? Год, два-три И вот, сколько лет надо было тебе набить руку, чтобы делать точки такие, какие тебя устраивают Результат, чтобы получился такой, какой тебя устраивает Сколько лет ты практиковал? Еще не устраивает, вечно Согласен, меня тоже мое никогда не устраивает Это дает повод расти и развиваться Все продолжается, то есть Или забить хер, купить мотоцикл и уехать в закат Уууууууууууууу Ну, я считаю, совершенно нет предела Нужно постоянно учиться, чего-то новое знавать И, наверное, тот момент, когда ты скажешь Вот, мне нравится моя работа Это тебя погубит, да? Это в конец Это конец Чем ты вдохновляешься? Природа природой. Наркотики, оружие. Оружие, да, наркотики. Грязный секс. Нет. Нет, все, я понял. Мне просто спросил интересно самому. Нет, рыбалка, охота. Люди вдохновляют тебя работы их. Толкают тебя на что-то новое, какие-то новые идеи дают. То есть клиенты, когда показывают проекты, которые... Ну да, да. Ты от них что-то берешь же, правильно, и по-своему или переделываешь, оставляешь идею. Обычно у меня как происходит работа с клиентом? Клиент показывает идею, что он хочет примерно, да, там фотографии, неважно, татуировки, работы. Максимально все рассказывает, что он хочет. Я снимаю размеры, замеры тела, на котором будет рисунок, накальку. А, то есть ты заранее делаешь? Да, конечно. А так фрихендом на теле рисуешь? Ну рисую, но только редко, да? Где-то чуть-чуть подрисовываешь, может, да? Основная 95% готовится, да? До сеанса я готовлюсь. Ну, как бы, как бы тоже занимает время, да, полдня, день-два? Или ты можешь за час набросать и пойдет, а уже потом на теле доработать? Не-не, большие проекты, к примеру, ну вот этот, да, ну, не знаю. Ну, у тебя же есть уже готовый эскиз, да? Вот ты сейчас просто бьешь, и ты уже рисовал, уже там тебе не надо листик смотреть, правильно? Ну, конечно. Ты уже в голове ее держишь. Ну, с собой нету такой картинки, да? Нет. Жаль. Очень жаль. Ну, потом посмотрим. Будет повод, момент, выложим все полностью зажившую. Привет, Андрей. Здорово. Расскажи нам идею, как она пришла к тебе на спину. Тебе Вова посоветовал или ты сам ее вынашивал? Лежу я, значит, такой, значит, на пляже однажды. Да. И смотрю, какие мерзкие спины вокруг меня ходят. Думаю, блядь, наверное, я такой буду в старости. Ну. Такой, блядь, к Вовчику, однозначно. Красавчику. И буду выглядеть не так мерзко уже, но хотя бы со спины. Точек наставить и будет веселее. Лицо-то, конечно, будет. Я еще с Вовка поговорю, я хочу на лицо себе еще точек. Ага. Чтобы в старости все было. Ну, серьезно, а что, сам ты придумал, что она? Ну, да. Да. Или ты просто скинул ему фотку и говоришь, мне надо в Дотворке это сделать. Я сказал, что-нибудь. Что-нибудь. Не, давно пришло. Ну, ты ему полностью доверился, и он разработал для тебя эскиз лично, и ты одобрил его, правильно? Или как было? Плюс-минус. Или вы дорабатывали со временем? Мы вместе сели. В одну камеру? В одну камеру. Нормально было? Капсулок. Зимой холодно. А я попаду на большой экран? Да, она такой. Сейчас я тебе больше сделаю. Привет, ма. Тема, я звезда. Сколько часов ты можешь высидеть? Только честно. 5 часов 7 высидим. Дома на диване? Или здесь? Ой, на диване больше. А ты что? 9. Да, я Вовчику полагал, говорю, я дома больше могу сидеть на диване. Говорю, давай у меня на диване мисс. Да, комфортный будет. Ебать, он такой, да не, ну давай, некомфортно. Точки легче ставятся, чем контур сам проводится? Ну да. Тебе терпится. А вот у меня еще... Самое больное место на спине какое у тебя? Внизу? На пояснице? Вот это вот прелесть. Вот косыли, как они называются. Вот здесь, да? Днище просто, вот эта вот часть. Ага, самобольная, да? Да, просто ужас. Даже на хребте вот относительно... А, там возле шеи, где кости? Не, заебок, вот удивительно. Вот здесь там, да? Очень хорошо. Странно, а так вообще просто лопатки самые болючие и вроде поясница колит. Не, знаешь, вот как, вот если мы говорим за ногу, вот у меня нога вот показала себя не в лучшем свете. Вот где ты сейчас бьешь, вот там я... Там больно, да, стреляют иногда. Ну, у меня такая боль ровная, как бы. Может, лысый старается, а может, так везет все. Ты ровный пацан. Я ровный пацан. Йоу, чек рисал. А что ты посоветуешь начинающим мастерам, Вол? Как можно больше рисовать. Рисовать, рисовать, рисовать. Верить в себя нужно? Рисовать больше. Если люди ошибаются, назад отступать или иди вперед до конца, пока не получится? Ну, оценивать свои ошибки и исправлять их. Постоянно. Да, и рисовать. Согласен. Ну, это что касательно графики. Ну, вот ты сначала же делал какие-то копии, да, там, чьи-то или как, или ты сходу сам байк пошел что-то выдумывать? Не, понашел он, да, какие-то копии, там, эскизы. Потом дорабатывать постепенно их начал, потом уже переделывать, да? Ну, это быстро довольно прошло, да. День? Месяц-два. Ну, нормально ты выстрелил. Ну, просто воровать чьи-то идеи, ну, не знаю, это как-то стыдно, неинтересно. Там, Андрюха, только ворует. Воруешь эскизы? Да ты шо, никаких? Нет, все свое. Да, все свое. Он говорит, что ты постоянно, ну, типа, эскизы воруешь и берешь чужих мастеров, работы переделываешь. Да нет, ну, нормально, че, можно разок. Один раз нереалист. Нереалист. Главное признаваться. На простом блоке так нельзя сделать, да, а там, как бы, память, если или что. Ну, простой блок, это там, где крутилочка, да, ты крутишь просто там. Надо тебе точки поставить, ты крутишь до 8 вольт. Надо тебе контур крутишь до 10, надо ли пшенинг крутишь, там, грубо говоря, до 7. Здесь я просто настроил себе уже режим, переставил. Под себя, да? Контур делаю, переставил, точки делаю. Ну, как в машине, первая, вторая скорость, да, у тебя готова. Ну, очень удобно. Также взял, если вторая машинка подключена, меня переключился, там все работает в следующем. Ага. Ну, намного удобнее. Педаль залипания, там тоже функция есть, да? Ну, я сейчас отработаю. Без педали. Я тоже с педалью постоянно, мне как-то удобно. Есть люди, которые вообще ноль. Педаль мешает, педаль то, педаль все, ну, я не знаю. Но у меня не работает с педалью, я нажал, она не работает. Нажал. А, вот так, то есть, кыл-выкыл, я понял. Я под пятку сюда ставлю. Ногу расслабляю, а у меня нога падает просто, и все, я даже не жму ее. А я просто включил, не работает. Ну, кому как удобно, да. Сколько сеансов нужно, чтобы закончить спину эту? Ну, так, чуть-чуть примерно хотя бы. Сеансов 15-10, а так вот туда-сюда. Точки твои покажем красивые. Я уже много было мыслей у меня, хотел много чего узнать, спросить, подготовил вопросы для Вовы. Ну, как оказалось, в ходе дела, спасибо, Вайбер. Вопросы все потерялись в моей голове после того, как Ваня начал мне бить на внутренней стороне ляжки контура своей. Подлец. Сейчас я тебя обобрею, чтобы ты не кололся, блядь. Ой, дурная. Давай снимай, блядь. Ладно, Ванечка, ты сел, все нормально? Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяль. Нет, разница колоссальная. Ну, мне просто больше 3 РЛ нравится. Нет, 3 РЛ, 5 РЛ, 7 РЛ, 9 РЛ, 14 РЛ. Везде будет разная фактура. То есть, зависит от того, что тебе нужно показать. Какую фактуру объекта. Ну, вот я вот эти пионы брал, которые я брал в 7 или 5 РЛ. Но они такие грубые. Вот мне троличка, она аккуратная, допустим. Ну, семерка тоже можно делать очень плавно. Тройка, она будет давать более такую сыт, рябь, точками. То есть, большой объект там, крыло, скинув, все. То лучше больше брать. Ну, там до 9 РЛ, до 11 РЛ можно брать. Ну, вот если вы мелкие, и так его... Чем меньше, тем меньше. Ну, и меньше, да. Ну, опять же, как тебе фактуру надо показать. Тройка, она будет давать более такую резкую сытку. Какой-то, рост. И опять же, если ты делаешь цветок, то тебе лучше сделать его випшеником, чем дотворком. Потому что плавный лепесток. Ну, объемнее будет больше, да? Да, по форме ты можешь показать. Ну, можно и точками, но это дольше. Ну, долго это. А вот некоторые практикуют автодот. То есть, ну, вот ставишь минимальный вольтаж и начинаешь просто, ну, рассыпать его. Нет, это тоже лепесток, просто ты делаешь градиент круговыми движениями как-то. Ну, мне не нравится. Слишком грязно, точки грязно. Да, и со временем, там, спустя год, два, там, какая-то подпула по-любому. Какая-то менее поставилась. Поэтому не очень аккуратно. То есть, вот эта вот, ну, она останется у него через 5 лет и более. Да ладно, два раза в Москву расскажу и все. Вот это... Кристалл! 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 Не снимай меня! Они более какие-то аккуратные... Отстань! Ну, песок, все, кристалл, кристалл. Ну, это плюсчет из полностью. Чай горячий. Ёкэлээмээнэси вай! Это мне стыдно и устало. Чё? Ах, ну, у меня свои работы. Ну, чё, это пройдет, это временно. Если видео окажется полезным, а именно где-то вам что-то подскажет, то я буду очень рад. И не забудь, мой товарищ, оставить комменты, написать, что именно тебя интересует в дотворке, в графике, а также в випшетинге. В следующий раз я пойду в Харьков где-то в январе, забиваю дальше ногу, и мы уже с Вовой назначим встречу, обсудим всё конкретно, чётко и очень развернуто. Будет такого мини-мастер-класса бесплатного. А пока так, потому что, как показывает практика, два дела в одно время сделать невозможно. А если возможно, то это будет некачественно. Сейчас на своих экранах вы можете наблюдать работы Вовы. Он участник многих фестивалей, а также их призер, как ни странно. Пацан молодец, развивается, растёт постоянно, правильно и хорошо мыслит. И сам, как оказалось, очень порядочный и скромный парень. Это его только красит. Вова, ты молодец. Спасибо за время. Ну вот вам, в принципе, всё на сегодня. Кому было полезно или кто-то узнал что-то новое, я буду очень рад. Серьёзно, честно отвечаю. Не забудьте оставить вопросы внизу по этой теме. Если соберём много лайков, вопросов, то сделаем максимально развернутую версию вторую. Это как бы первая часть, верхушка айсберга. И для вас я в январе постараюсь снять развернутый варик, чтобы всё было понятно, доступно и для всех. Всех обнял. Ставьте лайки, комменты, ту-ту-ту, колокольчики. Пишите комментарии. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok